МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репетиция выборов. Единая Россия сегодня выбирает лучшего кандидата в кандидаты на выборах в Госдуму. Новые страницы из жизни Хакасии в годы войны. Очередная серия проекта покажет, как, несмотря на трудности, авиация и железная дорога работали и развивались. Драгоценные крупицы кинематографического прошлого. В Абакане прошел показ художественного фильма на Анной Ченковой, снятого почти 30 лет назад и запечатлевшего театральных кумиров 80-х. Глава Усть-Абаканского района Виктор Репчевский в скором времени может покинуть свой пост. Его возможную отставку кулуарно обсуждали давно. Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что 62-летнему руководителю все же придется освободить кресло. Виктор Репчевский отвечал за Усть-Абаканский район без малого 10 лет после того, как победил на выборах осенью 2006-го. Добровольно-принудительный уход связывают с коррупционным скандалом. Руководитель районного управления имущественных отношений Владимир Обижаев незаконно заключал договор о купле-продаже районных земель, в том числе относящихся к федеральной собственности. Государству предположительно нанесен ущерб на 300 миллионов рублей. Экс-чиновника арестовали. Мог ли он продавать земли без ведома главы района, сейчас выясняет следствие. Между тем, по слухам, Виктор Репчевский покидает свой пост за три месяца до выборов, когда он мог пойти на очередной срок. Нового главу жителям района предстоит избрать 18 сентября в единый день голосования. Хакасия продолжит политику поддержки жилищного строительства. Такой вывод можно сделать из заявления главы Хакасии. Виктор Зимин принял участие в заседании госсовета, где обсуждалось развитие этой стратегической и для нашего региона отрасли. По сути, строительство сегодня является одной из базовых сфер республиканской экономики. Доступна ипотека, надежность долевого строительства и современные технологии обеспечат жилищному строительству стабильность. Комментируя итоги госсовета, Виктор Зимин отметил, что в регионе сейчас для отрасли благоприятный климат. Очень хорошие перспективы имеет малоэтажное строительство, особенно для молодых семей. Людям нравится жить на земле, иметь свой дом. Это видно по тем темпам, которыми застраиваются пригороды столицы и районных центров. И я буду обязательно добиваться реализации до конца нашей республиканской программы по выделению бесплатных земельных участков, особенно для молодежи. Начиная с 2011 года, мы уже раздали более 7,5 тысяч участков. Это первый этап. Дальше в обязательном порядке нужна необходимая инфраструктура, дороги, современные социальные объекты. Депутаты тем временем обратили внимание на бедственное положение Сурского горно-обогатительного комбината. Предприятие рискует стать банкротом, и для его спасения Верховный Совет предлагает ввести налоговые льготы. Речь также идет и о фермолибденовом заводе. Из-за падения цен на сырье практически вдвое реализация не может перекрыть себестоимость производства. И это при том, что Сурский ГОК – единственный в России поставщик молибдена. Возможно, банкротство прежде всего грозит социальным коллапсом Сурску, который полностью зависит от стабильности градообразующего предприятия. Чтобы оживить комплекс, депутаты предлагают полностью освободить его от налогов на добычу руды. Не навсегда, а всего лишь на 5 лет. Но получит ли предприятие льготы, зависит в первую очередь от депутатов Госдумы. Поэтому парламентарии Хакасии намерены составить к ним свое обращение. На этой неделе Минздрав объявил о предстоящих изменениях в работе регистратур. Именно с них начинается любой поход в поликлинику. И, как правило, стоит он немало времени и нервов. Как чиновники от медицины пытаются решить проблему, выясняла Мария Добрынина. Кто последний? Самая популярная фраза в медучреждениях Абакана. Ликвидировать очереди в регистратуру и перед кабинетами доктора пытаются годами, но пока ожидаемого эффекта нет. Дойти до нужного врача – это как пройти компьютерную игру. Первый уровень – регистратура. В принципе, время ожидания составит от 15 до 20 минут. Терпимо. Однако прийти сюда нужно хотя бы часов 8, чтобы успеть получить талон на прием. Можно еще попасть к стоматологу? Течение дня на 15 минут? На бесплатный. Нет, а если на пломбу, например, все? На пломбу, если кто-то откажется, а также на 2 недели. На 2 недели запись, да? Но даже если не за талоном, а с простым вопросом, например, узнать часы приема или уточнить, есть ли он вообще, тоже приходится обращаться в регистратуру. Кто последний в стоматологии? Там спрашивают. Но если на сдачу анализов за час специалисты принимают около 200 человек, то с результатами попасть к лечащему врачу будет не так просто. К тому же направление на УЗИ или к узкому специалисту, например, офтальмологу, должен все-таки выписывать терапевт, а к нему тоже надо записаться. В регистратуру подходишь, записываешься. Очередь там в регистратуре небольшая, а 2 недели ждать после инсульта. 2 недели. А это к терапевту, чтобы попасть? Да, к терапевту, да. Сколько человек примерно бывает перед вами? Ну, перед вами на данный момент 5-6 человек. Врач на планерке был. Хотя вот я звонила, мне не предупредили, что врач на планерке будет. Мы пришли к 8 часам, ее не было целый час. Не спасает и электронная запись, которую с энтузиазмом внедряли в систему здравоохранения. Здесь, как в лотерее, если повезло и удалось дозвониться до оператора хотя бы в 15.05, открывается она в 3 часа ровно, то не факт, что свободные места еще остались. К тому же в интернет-базе объединены не все медучреждения республики, а только главные корпуса. Логичный вопрос, который задают пациенты. Почему запись к разным специалистам идет в одно время? Телефон всегда занят. В Минздраве ответили, это просьба врачей. Они говорят, нет, нам надо в 15, чтобы мы на конец 14 дня знали, кто у нас в последующие дни будет работать. Как правило, талонов выставляется, ну максимум, максимум на одного врача, на узкого специалиста, в пределах 15-17 талонов. Из этих 15-17 талонов только 30% выкладывается в электронную запись. Все остальное идет через регистратуру или через запись врача к врачу. В этом и есть основная проблема. Узкопрофильных докторов в Абакане катастрофически не хватает. Например, только в городской поликлинике всего два офтальмолога. Проблемы также с неврологами и лорами. Единственная категория, где полный комплект, это участковые врачи. Врач, отработавший ровно один месяц календарный, участковый врач и врач, детский хирург, от талеринголога, невролога, разница в заработной плате составляет около 16 тысяч рублей. И это понятно. Для врача именно эта разница все и решает. Хотя, стоит отметить, Минздрав делает все для привлечения выпускников медакадемий. Это и программа «Земские докторы», компенсация за съемное жилье и разовая выплата в 150 тысяч рублей подъемных. Тем не менее, сейчас в больницах 600 вакантных мест. Но то, что можно сделать лучше и без денег, в больницах делают. Например, уважительное отношение медперсонала к пациентам. К тому же, в этом году в Абаканской поликлинике должен появиться кабинет доврачебной помощи, справочный стол, а также отпадет надобность идти в регистратуру за карточкой. Человек записался, в конце рабочего дня по каждому участку медицинская сестра спускается в регистратуру и забирает все карточки, лиц, которые на завтрашний день записались. И поднимает и уносит в кабинет. Кстати, звание лучшей регистратуры по голосованию пациентов получила поликлиника в поселке Черемушки. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. К другим темам сплошные проверки на дорогах Абакана будут проводиться чаще. Это обещают автоинспекторы, которые считают необходимым усилить борьбу с пьяными водителями. Хотя с недавних пор закон разрешает сажать в тюрьму таких нарушителей, кардинальным образом на дорожную безопасность это не повлияло. Эту тему мы обсудили с экспертом программы из Республиканской ГИБДД. С чем, на ваш взгляд, связан тот факт, что ужесточение наказания не слишком отрезвило водителя Хакасии? С начала этого года у нас задержано на территории республики 1976 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 387 это водители, которые уже совершили повторное правонарушение. Здесь, прежде всего, я думаю, проблема общественная, связанная с алкоголизацией общества. Тем не менее, можно отметить то, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в этом году у нас сократилось на порядка 45%. Еще такой факт. По итогам прошлого года всего три человека у нас были лишены свободы за то, что сели за руль в нетрезвом виде. Как вы думаете, почему так мало? Ну, здесь, я думаю, суд при назначении наказания в рамках рассмотрения уголовных дел усматривает, наверное, отягчающие обстоятельства при вынесении приговоров. И, насколько я знаю, в этих случаях лица, которым было назначено наказание в виде лишения свободы, они были уже условно осуждены по другим преступлениям. А как вы думаете, требуется ли дальнейшее ужесточение закона? Ваше человеческое отношение к этому, ваше мнение не только как автоинспектор, но просто как жителя республики? Как жителя республики, то есть однозначно я отношусь негативно, негативно, то есть ко всем нарушениям правил дорожного движения, особенно, конечно, к управлению транспорта в состоянии опьянения. Ну, вот, учитывая того, что, как я уже говорил, что с 2015 года у нас введена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, определенную, скажем так, положительную роль, положительную динамику это сыграло. Может быть, тогда требуется нашей автоинспекции как-то более усиленно работать? Я вам скажу, что автоинспекция, госавтоинспекция наша в этом году внесла ряд изменений, то есть формы и методы несения службы. Начали мы проводить, применять практику проведения таких, так называемых, сплошных проверок, то есть специальных профилактических мероприятий, с отработкой определенных участков улиц и дорог нашей республики группами сотрудников. То есть такие мероприятия были у нас проведены и в городе Абакане, и на территории районов, городов республики. И скажу, эти мероприятия, они очень эффективны. К примеру, вот вчера было проведено такое мероприятие на улице Дружба народов. И буквально за два часа работы по данному направлению было задержано пять водителей в состоянии опьянения. В Абакане? Да, в городе Абакане. Это с 7 вечера до 10 часов вечера. Можно ли такие рейды проводить ежедневно, чтобы водители действительно призадумались и садились за руль в нормальном состоянии? То есть практически идет к тому, что такие мероприятия у нас будут проводиться ежедневно, то есть, ну, тем не менее, то есть основная эта цель все равно, как бы, у нас не для того, чтобы выявить наибольшее количество правонарушений, а, скажем так, спрофилактировать недопущение этих нарушений. Насколько у нас жители республики сообщают по телефону о пьяных водителях, если они их видят при движении? Скажу, по сравнению с предыдущими годами, по данному вопросу люди очень стали активно нам оказывать содействие. То есть практически в дежурную часть ежесуточно поступают там от пяти до десяти звонков. Не скажу, что все эти факты на сто процентов, они подтверждаются, но тем не менее, смогу прямо заявить, что в пятидесяти процентов случаев эти факты подтверждаются. И мы за что вот очень гражданам признательны в этом, потому что люди осознают, что если они не помогут, то есть задержать, не сообщат об этом трезвом водителе, то есть те последствия, которые этот нетрезвый водитель может совершить, то есть они могут быть потом, ну, очень, скажем, плачевны. На этой неделе власти Хакасии объявили о том, что намерены полностью поменять разрушенный коллектор, идущий из Абакана. Правда, на это уйдет несколько лет и сотни миллионов рублей. Канализационные сети не ремонтировались почти полвека. Авария на сгнивших коммуникациях была чревата экологической катастрофой. Рассказывает Виктор Буров. В первую очередь в планах властей поменять разрушенные 170 метров коллектора. Сейчас работы в самом разгаре. Рядом со сгнившей трубой специалисты прокладывают новые сети из полиэтиленом. Им не будут страшны даже землетрясения. Пластиковый коллектор в Хакасии проводят впервые, хотя в городах-миллионниках этот материал используют давно. Эти трубы, по крайней мере, не подвержены коррозии, не подвержены гниению. И они, конечно, у них срок годности будет намного дольше, нежели железобетонных труб. По крайней мере, на ваш, ребята, век хватит с потрохами. Новые трубы толщиной 10 сантиметров, диаметром в полтора метра, поэтому их пропускная способность с разы выше, чем у старого железобетонного коллектора. На первые ремонтные работы республика потратит 10 миллионов рублей. Первый раз мы их ложим, учимся на ходу, но тем не менее, значит, начал я в субботу ложить две трубы за день. Сейчас уже три ложу, а к концу уже, наверное, четыре в день. Коллектор в районе Калинина прорвало в середине марта. Бетон разъели кислоты. По словам специалистов, коммунальная авария могла бы привести к настоящей экологической катастрофе. Если бы нечистоты попали в грунт, рядом находятся питьевые скважины. Властям даже пришлось объявить режим ЧАЭ, чтобы в срочном порядке найти деньги на ремонт. Были жалобы, что мы, в общем-то, не быстро приступили к работам, но это было просто необходимо, то есть обследовать. Обследовали порядка двух километров участка данного коллектора. Были выявлены самые, скажем так, узкие места, где обрушение уже, то есть, значительное. Капитальный ремонт первой части коммуникации обещают закончить в конце июня. Дальше в планах обследовать все пять с половиной километров коллектора. А за четыре года власти республики обещают полностью заменить все сети. Простая арифметика говорит, для этого потребуются сотни бюджетных миллионов. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия. В эфире Вести, Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Сегодня в республике, как и по всей стране, проходят предварительные выборы кандидатов от «Единой России». Партия власти проводит их с тем, чтобы определиться с тем, кто пойдет от нее на выборы в Госдуму. Единороссы – единственный из партийцев, кто решился на подобную подготовку к единому дню голосования. Определив несколько кандидатов и пропустив их через праймерис, сегодня они выявят того единственного, кто будет представлять партию власти в предстоящей думской кампании. И решать это «Единая Россия» будет не сама, а с помощью жителей Хакасии, которых и приглашают сегодня сделать свой выбор. Для этого по всей республике открыты избирательные участки. Правда, их в 10 раз меньше, чем обычно, но в остальном все по-настоящему. Урны, бюллетени для голосования, счетные комиссии. Какой будет явка, никто предсказать не берется. А все подробности того, как прошло голосование и кто в них победит, мы расскажем в завтрашних выпусках «Вестей». Ну а в самом центре избиркоми призывают россиян забыть о пассивности и поверить в то, что важен голос каждого жителя страны. В преддверии думских выборов члены ЦИК ездят по стране, чтобы оценить обстановку на месте. Хакасию на этой неделе посетил Александр Кенев. И о том, как работает местный избирком и чем должна отличаться предстоящая избирательная гонка, с ним поговорила моя коллега Елена Крылова. Александр Юрьевич, здравствуйте. Я так понимаю, это ваш первый рабочий визит в Хакасию в ходе подготовки к нынешней выборной кампании? Да, здравствуйте. Это действительно мой первый рабочий визит. Я уверен, что таких визитов будет еще много. Дело в том, что за каждым членом ЦИК закреплен ряд регионов, за которые он отвечает при подготовке федеральных выборов, выборов депутатов Государственной Думы. Мы стремимся к тому, чтобы региональные избирательные комиссии были под контролем ЦИКа. Хотим оказать максимальную методическую организационную помощь нашим коллегам в регионах. По первым впечатлениям, как можете оценить компетентность избиркома республики? Вы знаете, при подготовке сегодняшней командировки я поднял электоральную историю региона, посмотрел, какие были проблемы в прошлом, какие были жалобы на избирательную комиссию. Оказалось, что все достаточно ровно. И сегодня мои выводы подтвердились. Здесь работа комиссии организована профессионально, четко, никаких претензий к руководству комиссии нет. Мне кажется, что если все пойдет так же, то Хакасия будет одним из тех регионов, где избирательная комиссия отработает на хорошо и отлично. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Выборы всероссийские и, скорее всего, по всей России, как и в Хакасии, так и в других регионах, есть какие-то моменты, на которые избирком, центральный избирком планируется уделить наибольшее внимание в ходе подготовки к этим выборам. Вот озвучите, какие главные задачи стоят перед избиркомом. Задача простая. Организовать честные, прозрачные, основанные только на законе выборы. Причем эти выборы должны получить общественную поддержку, общественное признание. Ни у кого не должно возникнуть ни малейших сомнений в том, что депутаты, избранные на основании этих выборов, полностью легитимны. Некоторое время назад в России можно было наблюдать такую, можно сказать, политическую апатию, когда люди стали меньше ходить на выборы и каким-то образом выражать недоверие к результатам этих выборов. Как сегодня ситуация, скажем так, как сегодня настроение в обществе и какое отношение у избирателей к выборам? Никому не интересно иметь заасфальтированный политический ландшафт, на котором доминирует одна политическая сила. Это не нужно ни президенту, это не нужно правительству, это не нужно самим ведущим политическим силам, потому что в условиях монополии, в условиях доминирования никакие процессы, кроме гниения, не развиваются. Нужно иметь альтернативную точку зрения, нужно иметь здоровую оппозицию. И это невозможно сделать, если нет политической конкуренции. Ключевая такая вещь – политическая конкуренция. Нам необходимо ее вернуть, и выборы – это главный инструмент, с помощью которого можно эту конкуренцию вернуть. История парламентаризма в нашем регионе. Мало кто знает, но первым депутатом от Енисейской губернии был крестьянин из Шушенского Симон Ермолаев. Зажиточный хозяйственник, он знал, что нужно крестьянам, и благодаря их поддержке смог из простого народа шагнуть прямиком в Первую Госдуму России. Память о нем бережно хранят в Шушенском музее-заповеднике. Это один из крупнейших домов музея – усадьба Симона Ермолаева. Сегодня не все жители Шушенского знают, кто это. А вот для сельчан рубежа 19-20 веков он был известным и уважаемым человеком. Зажиточный крестьянин, работящий, грамотный, предприимчивый. Поскольку этот дом подлинный, поэтому очень ценная усадьба на территории нашего музея. Она большая очень, да? Большая, да. Он был зажиточный крестьянин, достаточно много имел земли, очень много скота. Он даже скупал молодняк, откармливал его зимой, вернее, откармливал за год и продавал мясом или скотом. То есть занимался уже предпринимательской деятельностью. Когда в Шушенское прибыл Ленин, то именно Ермолаеву, который был волосным заседателем, поручили наблюдение за ссыльным. Истории доподлинно неизвестно, о чем именно они могли между собой общаться. Но двум грамотным и интересующимся людям явно было, что обсудить о ситуации в предреволюционной России. Более того, именно Ермолаев был свидетелем со стороны жениха на свадьбе Владимира Ильича и Надежды Константиновны, о чем свидетельствует эта запись в церковной книге. Как человек, стремившийся к развитию, Симон Ермолаев был недоволен тем, что крестьяне не могли получить землю и улучшить свое положение. И когда в России после революции 1905 года объявили выборы в Первую Госдуму, он понял, что это шанс, наконец, решить аграрный вопрос. Земля была казенная, несобственная. Поэтому все крестьяне боролись за то, чтобы землю получить собственность. И он выражал их интересы. То, что шушенскому крестьянину удалось попасть в представительный орган власти – знаковое событие для своего времени. Как писала тогда Минусинская газета, в лице Ермолаева вся крестьянская Россия сделала такой огромный шаг, какой ей еще недавно и не снился. Но поработать в Доме Сибиряку не удалось. Уже через несколько дней после того, как он прибыл в Петербург, царь распустил Думу. В знак протеста Ермолаев и еще 169 депутатов подписали выборгское воззвание, призывающее россиян защитить Думу от правительства. Впоследствии за это ему пришлось три месяца отсидеть в крестах. Вместе с ним в камере было еще двое депутатов. Один из них – Ной Жордания, который на память о тех днях подарил Ермолаеву свою трость. Племянница Жордании впоследствии стала женой Лаврентия Берии. Когда вышли из этой камеры, он на память подарил Симону Афанасьевичу вот эту трость. И, скорее всего, зашли в какую-то мастерскую, наверное, граверную. И там он выгравировал, по его просьбе, Ноя Николаевича были выгравированы слова. Санкт-Петербургская судебная палата, 1 сентября 1909 года, осужденные выборщцы Ной Жордания, Симон Ермолаев, Сергей Корнельев. В музее есть и другие раритеты семьи Ермолаевых. Швейная машинка «Зингер» была куплена в одной из минусинских лавок. Она исправна до сих пор. Супница Тверской фабрики из настоящего фаянса бережно передавалась от одного поколения к другому. Эти и другие вещи дети Симона Афанасьевича передали в дар музею. Он был человеком своего времени, и оно его не пощадило. Оторвало от работы на земле, дало пережить два ареста и репрессии двух сыновей. Но в то же время все расставляют по своим местам, и сегодня в музее делают все, чтобы в Шушенском помнили о первом депутате из берегов Енисея. А сейчас мы продолжаем проект «Хакасия в годы войны». Сегодня рассказ о работе авиационного и железнодорожного транспорта. В ходе подготовки материала к эфиру нашим корреспондентам удалось выяснить интересные детали. Например, в годы Великой Отечественной войны между Черногорском и Абаканом ходил пассажирский поезд. Более того, большинство работающих могли позволить себе слетать в Красноярск. Все подробности далее. В годы войны в Абакане, конечно, не было аэропорта. Здесь базировались легкомоторные воздушные суда. Это бипланы, разработанные в конструкторском бюро Николая Поликарпова еще в конце 20-х годов прошлого века. В Абаканском авиаотряде было три десятка летчиков и 26 самолетов. В основном знаменитые У-2 или ПО-2. Двукрылые фанерно-матерчатые машины летали со скоростью 100 км в час, взлетали с крошечной площадки. На них возили по одному пассажиру в открытой кабине. Рейсы из Абакана в Таштыб, Краснотуранское обратно. В Красноярск летали машины посерьезнее в кавычках. Тоже КБ Поликарпова, назывались П-5, везли уже двух пассажиров. Скорость была в полтора раза выше, чем у ПО-2. В газете «Советская Хакасия» за январь 41-го года есть упоминание о начале регулярного авиасообщения с Красноярском. Цена билета 87 рублей была, конечно, достаточно высокой, примерно четверть от среднемесячной зарплаты. Но с началом войны, уже к августу, по данным красноярского историка Вячеслава Филиппова, пассажирские рейсы закрыли. Поставили звено из двух самолетов и двух летчиков. И это были только самые важные задания. То есть вот эти линии Абакан-Таштыб, Абакан-Курагина, Красноярска-Абакан, они были законсервированы. То есть его авиазвено выполняло только крайне важные какие-то санитарные рейсы, срочная переброска почты важных документов, перевозка руководителей автономной области, допустим, в Красноярск, на какие-то срочные задачи и так далее. Восстановление авиаперевозок произошло только в 1946 году, причем на тех же легкомоторных самолетах. И это, пожалуй, все сведения, которые нам удалось узнать об авиаперевозках в годы войны. О железной дороге известно больше. Сохранились и артефакты той поры. Например, паровоз, установленный на привокзальной площади Абакана. Есть еще несколько газетных фотографий. На одной из них работники Абаканского депо занимаются оборонной подготовкой. В первые месяцы многие железнодорожники ушли на войну, поэтому в газетах регулярно печатались объявления о наборе персонала. Попал на фронт Александр Млявый. Всю войну прослужил помощником машиниста во фронтовой полосе. Попадал под обстрелы и под бомбежки. Самолеты. Залетит вперед бомба бух, потом сзади бух, а потом с пулемета как начнет давать, так мы прятались. Сержант Александр Млявый за обеспечение фронтовых перевозок награжден орденами и медалями. Вспоминает, что жили на казарменном положении в вагоне, который был прицеплен за паровозом. А в 1943 году все железные дороги, в том числе и нашу Красноярскую, перевели на военное положение. Работники считались мобилизованными, то есть их не призывали на фронт, но за нарушение дисциплины судили военным трибуналом и могли отправить штрафные роты. Были у железнодорожников погоны со званиями, аналогичными военным. У старшего состава Абаканского узла погоны с двумя просветами и звездами в один ряд, а у младшего лычки, как у сержантов армии. Удивительно, но ни в архивах, ни в железнодорожном музее не сохранилось сведения о стоимости билетов. Зато нам удалось узнать, что в годы войны от станции Абакан поезда ходили в Красноярск и в Черногорск. До Черногорска рейсы выполнялись по графику, но с большими задержками. В газетном филитоне описывается случай, когда состав почти полчаса ждал в степи, пока поезд бегом нагонит отставший кондуктор. В Черногорске на улице Железнодорожной сохранилось и здание вокзала военной поры. В нем зал ожидания, билетные кассы, поезд отправлялся примерно в полдень. Направление Ташабе двигался не быстро, скорость небольшая, километр 40 было всего. И когда Ташабе приезжали, там стояли, долго ждали встречного поезда. Одна была дорога, обратно из Абакана шел, на Красноярск, допустим, поезд. Мы его пропускали, и потом мы на эту линию заезжали и приезжали в Абакан. Состав шел около двух часов. Это был самый быстрый путь из Абакана в Черногорск. Хороших дорог, да и машин, по большому счету, тогда не было. И железная дорога была другой. Лишь одна ветка от Абакана до Ачинска, длиной в 459 километров. Такое было время. Книга и кино вместе. Под таким девизом в Национальной библиотеке празднуют объявленный в России год кино. В четверг там состоялся показ художественной короткометражной ленты режиссера Наанны Ченковой. «Пока не ступлю на мягкую траву». Свою работу она начинала как раз на ГТРК «Хакасия», а потом ушла в кино. Картина была снята в Хакасии в 87-м году и снимались в ней наши актеры. Фильм ценен не только тем, что в нем показана республика тех лет. Он о любви и прощении, которые могут решить вечный конфликт отцов и детей. Знаменитая песнь «Акуна» звучит на протяжении всего фильма. И это глубоко символично для режиссера Наанны Ченковой, выросшей в актерской семье и с детства знающей, что такое театр. «Пока не ступлю на мягкую траву». Это первая строка песни в художественном переводе. И автор дает зрителю пищу для немалых размышлений о том, как болит душа, потерявшая тонкую связь с родителями. По сути, Наанна Ченкова сняла фильм «Исповедь». В основе сюжета – история ее семьи, рожденной от любви, но не сумевшей ее сохранить. В кино Наанна Ченкова пришла с телевидения, рамки которого для творческого человека оказались малы. По завершении режиссерских курсов она устроилась на киностудию «Казахфильм». В 1987 году съемочная группа из Алматы приехала в Хакасию для съемок короткометражной ленты. Сегодня эти кадры уже легенда для современников. Часть сцен происходила в квартире Моисея Баинова, часть – в селе Тюртас. А в ролях задействованы актеры, которых сегодня с нами уже нет. Зрители сегодняшнего показа и смеялись, и плакали, глядя на свою молодость. Лицо не увидать говорят, большое расстояние, действительно, значимость этого фильма мне сегодня кажется более очевидной. Я получил огромное удовольствие, как зритель, и внутренне вот какое-то такое всколыхнулось. Это очень интересный фильм, конечно. Копии фильма Наанны Ченковой в «Республике» нет, остались лишь любительские записи. Поэтому говорить о показе для широкой публики не приходится. И лишь благодаря усилиям энтузиастов хотя бы единицы могут узнать, какие они – фильмы о Хакасии и для Хакасии. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Приятного вам окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»